В странах Балтии одни военные учения сменяют другие. Латвию не успела покинуть колонну американской бронетехники после учений «Атлантическая решимость». Тут же начались манёвры летней щит с участием более тысячи бойцов из Балтии, США, Канады, Великобритании и даже Люксембурга. Достичь хорошего результата в рамках одной армии всегда можно, а вот достигнуть результат с помощью взаимодействия разных армий – это большое достижение. Будем тренироваться. Учения «Летний щит» предусматривают применение артиллерии и координацию огневой поддержки при проведении пехотных операций. То есть отработка действий вовсе не оборонительного характера. Кто является возможным противником, вслух никто не произносит. Но это и так тут всем понятно. Любая претензия со стороны России, ну будто связанная с языком, гражданством, русским образованием, её можно истолковать как такой предвоенный ультиматум. Тут трудно сказать, кто кого больше накачивает, так сказать, эмоционально. То ли местные правители Вашингтона, то ли наоборот. Только в этом году в странах Балтии состоялось уже больше 10 различных военных учений. От командно-штабных до ударно-наступательных. С танками, самолетами, большим количеством пехоты. Вооружение самое современное. В Латвию даже привезли новенькие танки «Абрамс». Хотя раньше союзники по Альянсу делились с прибалтами только секонд-хендом. Страны Балтии – единственные участники Североатлантического альянса, которые кроме США поддержали увеличение военных расходов на этот год. Латвия и Эстония на 30 миллионов евро, Литва аж на 100 миллионов евро. Это очень много, если учитывать, что совокупный оборонный бюджет всех трёх стран Балтии никогда не превышал 1 миллиард евро. Согласно договору между Россией и НАТО, США не имеют права на постоянной основе размещать в странах Балтии свои воинские контингенты. Но Вашингтон проблему обошёл. Американцы каждые полгода проводят ротацию, и на место прослуживших приезжают новички. Юридический договор соблюдается. А фактически, впервые со времён окончания Холодной войны американские и российские солдаты получили возможность посмотреть друг на друга через прицелы снайперских винтовок. Андрей Хромцов, Дмитрий Федотов. Сегодня. Рига, Латвия.